Программа «Особое мнение» и на канале «Эхо Москвы» в YouTube тоже смотрите нас, не только слушайте по радио и смотрите по RTVI. Виктор Шендерович, сегодня главный герой этой программы. Здравствуйте, Виктор Анатольевич. Добрый вечер. Ну что, футбольный праздник, который для вас совсем не праздник. Вот-вот, уже совсем чуть-чуть. Как раз он уже, во-первых, вовсю, и он-то как раз для меня как раз праздник. Вот футболь, это для меня праздник, для меня то, что та политическая окраска, которая, несомненно, да, тут присутствует, это не праздник, и это предмет для рефлексии. А сам-то по себе футбол замечательный. Я сейчас ехал вот с группой как раз перуанских болельщиков в метро по красной ветке, как раз те, которые больше всего тревожили депутата Плетнёву, то есть иностранцы, да еще другой расы. Вот, вот этот вот ужас весь ехал со мной в вагоне, пугая российских девушек. Нет, все очень весело, пели, все, все хорошо. А как же разделить, где провести вот эту черту, где политическая, где спортивная? Она проходит, я писал об этом четыре года назад, да, еще в связи с Сочинской Олимпиадой. Я писал о том, что ум сердцем не в ладу. Я вспоминал коллизию 68-го года и потом хоккея СССР, Чехословакия. Я говорил о том, что невозможно не болеть за Михаила Петрова Харламова, свои, да, но невозможно не понимать 68-й номер Вацлава Недоманского, невозможно, да, не понимать чувства чехов, невозможно не понимать, что большой спорт, это, конечно, политика. И лукаво говорить о том, что там спорт отдельно, это все ерунда, ничего не отдельно. Я говорил о цене удач германских спортсменов в Берлинской Олимпиаде, я говорил это четыре года назад. Сейчас мы можем сказать, значит, о том, что золото, наше золото Сочинской Олимпиады отсвечивает не только мочой, да, но еще отсвечивает Донбассом, Боингом, вот этим всем. То, на что пошла энергия нашей эйфории времен открытия Сочинской Олимпиады. Большой спорт намертво завязан с политикой. И футбол я люблю и смотрю 62-го, 66-го года, да, там, чемпионаты мира, обожаю это, я страшный футбольный болельщик. Но не понимать, что этот чемпионат, да, то, что он уже проходит в Москве, вне зависимости от выступления команды Черчесова, то, что это большая удача Путина, то, что это все-таки состоялось, то, что бойкота не состоялось, да, то, что это все будет, что на этом будет пиариться и укрепляться и заморачивать голову режим преступный, нелегитимный, неконтролируемый. И что это обойдется нам в очередной раз, как после Сочинской Олимпиады, чем-то обойдется потом, обернется. Потому что чем крепче режим, тем хуже для Родины. В случае, когда мы имеем дело с анти-легитимным, антинародным это такое, немножко красноватый, но тем не менее, да, нелегитимным преступным режимом, неконтролируемым режимом, то, чем лучше для режима, тем хуже для Родины. И патриот, писал я, да, и сейчас сам себя процитирую, должен желать поражения Гитлеру. Патриот немецкий в 30-40-х годах должен понимать, что всякий ущерб администрации – это шанс для Родины. И наоборот, всякие укрепления администрации – это хуже для Родины, потому что дороже будет выход. Вот и все. Виктор Анатольевич, от того, что вы или ваши поклонники, которые прислушиваются к вам, которые прочитали, вот у нас на сайте повесили ваш пост, не будут болеть за сборную России. Ну, что, от этого чемпионата? Таня, я разве кого-то призываю не болеть? Результаты нашей сборной вообще никак не зависят от нашего с вами поддержки или неподдержки. Причем, что это результаты сборной. Я никого ни к чему, ты заметь, не призывал. Я делюсь рефлексами. Это вообще моя единственная работа. Я что-то себе думаю, и если, да, мои мысли проходят мой собственный ОТК, да, я потом об этом пишу. Делюсь своими рефлексами. Вот мне показалось важным поделиться этой рефлексией. Надо твердо отделять родину от администрации, родину от режима. Надо твердо понимать, что чем успешнее режим, тем хуже для родины. Надо это просто понимать, как формулу, как формулу. А дальше, дальше наступает вот то, о чем я говорю. Ум сердцем не в ладу. Потому что через час я как пришибленный буду все равно болеть за наших против Саудовской Аравии. И вот тут очень интересная вещь. Вот это вот как по Высоцкому. Какой он есть, а он родня. Понимаешь, что меня объединяет с Акинфеевым, со Смоловым? Немногое, но важное. Кот ученый, который ходит по цепи кругом. Нам одни и те же сказки рассказывали. Одни и те же примерно колыбельные пели и сказки рассказывали в детстве. Дальше я продолжил чтение Пушкина, они увлеклись кожным мечом. Но кота ученого, общего для нас, с Акинфеевым, Смоловым, Дзюбой, хватает для того, чтобы они были своими. В отличие от саудовских футболистов. Свои, родные. А все политические, культурные, какие угодно, этические различия чрезвычайно важны. Но кот ученый оказывается чрезвычайно важным. И здесь я возвращаюсь к формуле, я ее цитировал в одной из наших с тобой встреч, недавних, в Пушкинской. О том, что я презираю отечество с ног до головы, но мне досадно, когда мои убеждения разделяет иностранец. Потому что это моя родина. Так погодите, вы сами себе противоречите. Значит, все вроде как хотели, чтобы иностранцы как раз показали, что никак они не хотят в Россию приезжать, что все призывали бойкотировать, писали письма и прочее. Это было бы очень полезно. Это было бы очень полезно. Этого не произошло. Это было бы очень полезно. И очень жаль, что не произошло. И вот сейчас человек рефлексирующий, который, с одной стороны, видит на улицах радостных людей, радостных, им хорошо, они делятся позитивами. Им было бы хорошо в Лиссабоне, в Словении, в Словакии, в Литве. Они абсолютно как бы за скобками. Им пофигу, где хорошо. То есть должен ли россиянин сейчас рефлексирующий чувствовать себя виноватым за то, что он хочет попасть на футбол или нет? Или нет? Некорректная постановка вопроса. Да почему же? Потому что нельзя велеть кому-то чувствовать себя виноватым. Это оксюмарон. Это добровольная вещь. И даже не добровольная. Это вещь вообще внезапная. Просто человек почему-то испытывает чувство стыда. Или не испытывает. Обязательно испытывать чувство стыда или гордости невозможно. Поэтому совершенно некорректная постановка вопроса. Я еду с этими перуанцами, к ним присоединились аргентинцы. Они веселятся. Я рад. Прекрасно. Картинка чудесная. Я рад этим людям. Они мне ничего плохого не сделали. Дай им Бог здоровья. А должен ли я в связи с... Понимаю ли я, что эти люди своим бескорыстным весельем, что весь этот фестиваль спорта укрепляет позиции Путина. Понимаю. Они не понимают, кстати. В связи с этим надо что? В связи с этим я бы хотел, чтобы этот праздник... Для себя что придумали? Нет. Для себя ничего не придумал. Не надо ничего придумывать. Почему я должен что-то придумывать? Ну хорошо. Вывод из этого есть какой-то? Я хотел бы, чтобы этот чемпионат прошел в какой-нибудь стране, где нет политзаключенных. В стране, которая не ведет агрессивные войны. В стране, которая не аннексировала несколько иностранных территорий. В стране, которая не представляет опасности для мира. в стране на руках администрации, в которой нет 10 тысяч убитых, больше 10, чем 10, конечно, заказных убийств и так далее. Я бы хотел, чтобы этот праздник спорта пиарил и подавал в радостном свете какую-нибудь приличную страну, а не нашу. Вот и все. Этого бы я хотел. Ни перуанские, ни аргентинские болельщики, никакие другие в этом не виноваты. Они мне симпатичны точно так же, как были бы симпатичны, если бы они прыгали на улицах Загреба, не знаю, или Вильнюс. Полно в Европе свободных стран, где можно играть в футбол и туда приезжать. То, что эти люди поневоле укрепляют позиции Путина, то, что он сегодня будет сидеть, другое дело, что он бы, конечно, хотел, чтобы рядом с ним сидели, так сказать, Меркель, Макрон, а будет сидеть вот этот несчастный аутсайдерский список стран наполовину изгоев, да, наполовину, ну, чудо, там, Руанда и так далее, и примкнувшие. 15 государств и 2 оккупированных территории будут сегодня представлять ВИП-зону, да, причем, ну, из Европы там, кажется, только Белоруссия, Молдавия. То есть, собственно, кроме подневольных бывших союзных... Близкая Европа очень. Ну, такая очень, такая, такая относительная Европа, я даже сказал, в политическом отношении, в политическом отношении совсем почти и не Европа, да, ну, и вот Азия наша родная, ну, плюс Руанда, Панама, почему-то нету Вануату, вот я встревожен тоже, почему-то не поддержал нас Вануату. Билеты дорогие. Билеты дорогие, да. А так вот Панама, Руанда, вот это все, да. В общем, стыдуха, конечно, стыдуха. Но если бы не приехали, если бы не было чемпионата, ведь о том, что о позорном списке веб-гостей сегодня на Первом канале не расскажут. О том, кто не приехал и почему не приехал. О том, какое это позорище все. Об этом не расскажут. Будет праздник спорта, да, Олимпиада и всякое такое. Наш вечный праздник спорта. Все это очень грустно, очень грустно. Но еще раз говорю, мне ничего придумывать не надо для оценки. Я доверяю своему нутру. И странно мне было, я не компьютер, который, можно так сказать, принял некоторое решение, перещелкнулся, да, и в этом решении находится. Я прекрасно понимаю, что, ну, я различаю родину от государства. Тем не менее, вот этот эффект, о котором я говорил, наши, он присутствует. И, конечно, буду болеть за наших, организм болеет. Я не могу не болеть за наших, да. Это организм мой делает. Я болею за наших. Вот я плакал, когда в 62-м году, 4 года от роду, я плакал, когда наши проиграли чилийцам на чемпионате мира. Я помню свои слезы. Вот, понимаешь, поэтому не болеть за наших я с 62-го года не могу. Стаж, извините. Сейчас прервемся на несколько мгновений. Это особое мнение Виктора Шендеровича. Продолжение программы «Особое мнение». Не забывайте, что смотреть вас можно. Нас. И нас тоже. На YouTube-каналях Москвы. Фамилия, которую повторяют изо дня в день, в том числе, потому что называют количество дней голодовки. Олег Сенцов. И в связи с чемпионатом мира, кстати, тоже особенно делали упор и писали письма в FIFA, и все на свете. Ну, чемпионат начался. Олег Сенцов голодает 32 дня. Месяц лишь. Держит он голодовку. У меня, ну, вместе с тем, вот, собственно, новость, о которой я хотела с вами поговорить. Это то, что омбудсмены России и Украины вступили в контакты, и они обсуждают списки заключенных украинцев здесь, в России, и россиян на Украине. И вот, ну, в принципе, пока дату не согласовали, но все-таки посещение Сенцова тоже в повестке у них есть. Вот это же, как вы считаете, реальный шаг к тому, чтобы был какой-то обмен, был какой-то позитивный сдвиг? Я не знаю, шаг это или операция прикрытия, пиаровская операция. Я не знаю этого. Я подробностей не знаю этого. Хочется надеяться, что это шаг к скорейшему освобождению политических заключенных, да, украинских, сидящих в российских тюрьмах. Хочется надеяться на это. Зная нашего единственного человека, который все решает, совершенно не исключаю разводки. То есть даже просто учитываю разводку как один из вариантов, что это может быть разводка. Демонстрация нашей готовности, а потом что-нибудь может помешать, да, и так далее. Ну, сколько раз было, сколько раз мы надеялись. Поэтому, ну, надеяться хочется, я надеюсь, очень надеюсь. Ну, мне кажется, что Татьяна Москалькова не тот человек, который будет по собственной инициативе такие... Нет, нет, разумеется, никто это не решает, кроме Путина. Тут даже мы не будем валять дурака. Она сидела тихо, молчала в тряпочку, да, мы помним, предыдущее время. Ничего не говорила. Вдруг ее обуяла забота. Нет, нет никакой Москальцовой, нет никого. В этом смысле нет никого. Мы все это понимаем, да. Вот есть несколько человек. Я не знаю, кто там допущен к уху. Кто имеет право ему сказать это слово? Я не знаю, как там устроено в этой Византии, да, глубокой, и в этом помраченном сознании. Я не знаю их правил. Но ясно, что никакая Москальцова ничего не решает, разумеется. И никакой закон ничего не решает, никакой парламент ничего, ничего не решает. Да, есть их представление, небольшой группа людей, их представление о целесообразности. И соображение целесообразности хотя бы, мы не говорим о милосердии и все прочие в гуманитарных материях, не будем искать то, чего нет. Да, но из соображения целесообразности, конечно, стоило бы Сенцова и политзаключенных отпустить. Думаю, что всех не отпустят. Думаю, что он прекрасно понимает, что, ну, это очень серьезные заложники, и за них можно что-нибудь требовать. Попытаться, слупить что-нибудь. Для того и брали заложников. Но с другой стороны, а? С кого требовать? С Запада, с Запада, нет, не с Украины, с Запада. Украины никакой тоже в этом смысле нет, в этом смысле. Да, Украина ничего не может от нас требовать, а Запад может, да? И вот с Запада какие-то встречные шаги, уступки. Я не знаю, как там идет торговля, но, конечно, это торговля, а никакой не гуманитарный фактор. Это понятно. Тогда давайте про наши дела внутренние, уже совсем внутренние. Как-то мы привыкли, что у нас больше власти занимаются внешней политикой, а тут под шумок, пока все, значит, ищут билеты на матч-открытие и обсуждают футбол. Да, самое время. Как-то так... Раз, проснулся и младше стал. Да, НДС, и это, значит, это касается абсолютно всех. 20% на 2% поднял. И, значит, пенсионный возраст. Да, да, да. Простой и младше... Помолодели. Да, все касается всех. И НДС, что очень важно. И пенсии. Вот большая польза от чемпионата мира. Просто не приходя в сознание, страна это сглотнула. Без обсуждений. Но парламента нет. Вообще в ближней стране. Лишь пока не внесли в госдуму. Не в этом дело. Какая госдума есть, парламента нет. Госдума-то есть. Фильтруй, как тебе советовали. Фильтруй. Это разные вещи. Значит, какая там госдума? Госдума за сутки в трех чтениях, как расскажут. Нету никакого парламента. В приличных странах это все предмет длительных обсуждений и так далее, и так далее. У нас нет никаких обсуждений. И страна, повторяю, не приходя в сознание, сейчас сглотнула повышение налога и пенсионного возраста, сглотнула, продолжая праздновать. Вот очевидная польза для режима, не для страны, для режима. Польза от чемпионата мира. Потому что это такой наркотик, что человек как экстази принял и танцует. Он потом ляжет плашмя, как человек, принявший экстази. Он потом ляжет плашмя, не сможет стакан воды до рта донести. Но пока он танцует. Вот эти танцы, вот этот чемпионат мира, это танцы. Всех сейчас в настоящее время интересует только состав на матч Саудовской Аравии. Миллионы людей интересуются. Выйдет Зюба на 70-й минуте? Не выйдет. Жирков сейчас сказали. Вот он, оказывается, я сейчас шел мимо, мимо телевизора. Оказывается, он единственный, кто родился под созвездием Льва, и это внушает определенные надежды. Вот чем занято сейчас телевидение, и россияне. Не про пенсионный возраст, не про это. Польза очевидная. Наркотик. Польза очевидная. Путину. Это я понимаю. Но значит ли это, что Владимир Путин не собирается больше баллотироваться в президенты? Потому что вот чемпионат закончится, а вот эти все на поведении останутся. Это все останется. И, во-первых, если кто будет виноват, то специальный мальчик для питья заведен много лет назад по фамилии Медведев. Большая, небольшая, но резиновая кукла, с которой хорошо отскакивают все эти удары. Значит, специальная кукла для питья. А для чего он, значит, оставлен в премьерах? Ровно для того, чтобы можно было от него вытирать ноги и направлять гнев. А потом, если он увидит, что народ вдруг, допустим, встанет на дыбы, тогда выйдет весь в белом товарищ Путин и скажет правительству, как же так? Надо, давайте, учитывать мнение народа. И это, слушай, ну, 30 раз мы это наблюдали. Ну, сколько можно Путином ничего не будет, он тефлоновый. И как ты сказала вот это вот словосочетание? Баллотироваться на вот это? В. Баллотироваться в? Да. Да? Что, это имеет какое-то значение? Он остался у власти и не уйдет от нее. Он с 99-го года, с прошлого века, он у власти и от нее не уйдет, пока он живет. Точка. А как это будет выглядеть, баллотироваться? Смешные ты слова какие-то, говоришь. Даже обидно за Путина. Что он какой-нибудь, Сарказий, что ли, там или чтобы баллотироваться? Тереза Мэй, что ли? Он вождь. Тебе же было сказано, он вождь. Им гордятся. Все, что будет происходить. Не может, и было сказано, но нет. Все, что будет. Нет. В стране все-таки 146 миллионов человек. Нет, нет. Госта сорока из них, из 130, он вождь. Да? Мы живем в такой стране, для которых интересует именно это. Если бы кто-то поинтересовался легитимной стороной вопроса, он давно пошел бы вон. тихой сапой. Давным-давно, в 11-м году, он пошел бы вон, потому что ему нельзя на третий срок, потому что ясно сказано, два срока подряд можно, а больше нельзя. Все. Больше двух сроков подряд нельзя, тут нечего даже, да? Но народ заглотнул это, не приходя в сознание. Именно потому, что ни у кого в голове никаких тем легитимности, ну и Швейцария, да? Мы не заморачиваемся легитимностью. Особенно после Крыма. Вождь. Ну, то есть, в принципе, тогда и повышение НДС и пенсионного возраста тоже будет не проблема. Да уже сглотнули. Да уже сглотнули, конечно. Еще раз. Дальше, вдруг, если вдруг что-то случится, ну, ты помнишь, с Тулеевым, да, Кемерово, подождали, посмотрели, смотрят, ага, достаточно серьезное, да, ожесточение, скрип зубов доносится до Москвы. Ну, значит, подождали, не под давлением, избави Божия, а потом приняли такое решение. Да? И так далее. А тут есть правительство, прокладка, извини, во всех смыслах слова, прокладка. И совершенно ему ничего не грозит нашему дорогому Владимиру Владимировичу. Потому что либо сглотнут, либо, если не сглотнут, то поменяют прокладку. Все. Все. И эта технология работает. И до тех пор, пока мы к сожалению, пишет телега и лошадь, да, это бы все объяснять не на эхе бы Москвы, а на Первом и Втором канале. Да лет бы 10-15 подряд. Для того, потому что сдвижки ментальные происходят довольно медленно. Они происходят, обязательно происходят. Молодежь сейчас не смотрит телевизор. Сейчас интернет для молодых людей. Ты знаешь что? Во-первых, смотрит телевизор. Телевизор – это оружие массового поражения. И любая страна голосует, как скажет телевизор. Любая. Просто есть страны, где телевизор говорит разное. Да? Разное. И поэтому человек может подумать и выбрать. А когда телевизор говорит одно, в тех странах, где телевизор говорит одно, люди голосуют так, как скажет это одно. Это азбука. А влияние интернета немножко преувеличено. Тем более, что Путин очень большое внимание уделяет засиранию интернета. И ты же видишь, Ольгина работает. У нас такого ресурса близко нет. Да? Что бы я ни написал, неважно. Первые реакции, первые 5-7 реакций. Ну, история с телеграммом показывает, что на самом деле засрать, извините мне, пожалуйста. Я прошу прощения. Это нормально. Это литературное слово. Все в порядке. Вот сделать это с интернета могут. А вот всерьез поломать, например, или заблокировать? Нет. Потому что телеграмм как работал, так и работает. Для кого? Для кого? Еще раз. Количество людей, которые озаботятся тем, чтобы найти обходы, эти люди есть. Но они исчисляются другим количеством нолей, чем те, которые решают судьбу страны. Тань, ты должна понимать, это технология. Технология. Сколько людей озабочены тем, чтобы обойти запрет на телеграмм? 100 тысяч? 200 тысяч? Миллион? Это огромная цифра. Но это 1 миллион из 136 или сколько там у нас сейчас есть. 1 миллион из. Это в пределах погрешности. И это щелчок по носу из садового кольца и окрестностей. Но не более того. Это ты можешь сказать или плющев сказать, а мы все равно пользуемся. Ну хорошо, пользуйтесь. А люди пользуются первым, вторым каналом, третьим, четвертым, пятым, шестым телевидением. И что им туда загрузят? То и, да, и так и живут. Не рефлексируя, даже не понимая, что с ними происходит. Не видел ли ты случайно в интернете наша коллега замечательная Юлия Мучник, да, бывший ведущий ТВ-2, Томская ТВ-2, они сейчас делают как раз в интернете, Сибирь, наши реалии у них там есть, они поехали в деревню, которая 100% все 25 человек, оставшихся стариков, старух, проголосовала за Путина. Там три такие деревни, где ни один человек ни за кого другого не проголосовал. И они туда поехали. Посмотреть, как живет эта деревня и поговорить с этими людьми. Вот очень советую всем глянуть это и посмотреть, да. Да, вот эта милая бабушка, да, ну, за Путина, говорит, за кого же там. Ну вот, дорог нет, воду привозят раз в две недели, там, продуктами, лавка какая-то, все. Несчастные старики доживают, никого нет, все. Да, они все за Путина. Они, люблю свою бедную землю, потому что иной, другой не видал, как сказали, думают, что там. Они не знают другого, они им не с чем сравнить, никто не может рассказать, что может быть по-другому, что дорога может быть нормальная, что рынок может быть нормальный, магазин может быть нормальный. Телевизор, они Соловьева смотрят. Она не знает, что есть что-то, кроме Соловьева. Телевизор, это провели. Телевизор, обязательно. Это обязательно. Это в каждый дом. Прогноз. Чтобы Соловьева, воды не надо, продуктов не надо, но Соловьев нужен. И она смотрит Соловьева. Что ты хочешь с нее стребовать, с этой бабушке? Я хочу сейчас сделать небольшой перерыв на несколько минут. Это особое мнение Виктора Шендеровича. Обожаемые, это особое мнение Виктора Шендеровича. Микрофон Татьяна Фельгенгауэр. Есть еще, конечно, грустная очень новость. Сегодняшнего дня не могу не попросить вас сказать несколько слов о Саниславе Говорухине. Человек сложный, для многих противоречивый. Ну, о том, почему он противоречивый, видимо, не сегодня. А сегодня просто скажем, что он автор нескольких совершенно культовых фильмов. Ну, прежде всего, сериал «Место встречи» изменить нельзя. Это нечасто, но вот был он, был Штирлиц, там был, да, в этом же ряду «Белый солнце пустыни», то есть уже фильмов, которые стали, да, частью нас, цитаты из которых, да, у нас на слуху. Он автор замечательного культового фильма этого, автора Ворошиловского стрелка, сложного, но, безусловно, такого больного фильма, который очень точно, очень точно попал во время, да, в свое время, в 90-е годы. Автор фильма «Так жить нельзя», документального фильма, это тоже, да, замечательный кинорежиссер, очень профессиональный, даже в проходных, ну, там, типа «Десяти негритят», очень профессиональный кинорежиссер, замечательный. Ну, в проходной прям, знаете, как дети любили смотреть. Ну, тем не менее, тем не менее, да, нет, тем не менее, значит, ну, вот, замечательный кинорежиссер. А об остальном, видимо, не сегодня. Спасибо, скажем ему, за то, что он нам подарил, потому что невозможен кинематограф российский. Ну, вот уже, да, это, это, это то, что входит в, то, что мы вдыхаем с воздухом. Я, конечно, это не Пушкин, да, но вот, тем не менее, да, вот такие вещи, белый сон с пустыни, Штирлиц, место встречи, запчинься. Мы этим дышим, мы этим дышали. Это определенное время. Мы его вдыхали. Интересно, что это же, это культурный код, да, по которому, в том числе, люди ориентируются. Поколения отделяются, да. И это, что интересно, Говорухин другого поколения режиссер. Сейчас молодежь, мне кажется. Ну, да, да, ну, есть дальше. Те, кому 20, для них это уже. Дальше, как говорил Маяковский, зайдите через 100 лет, через 200 лет, да. Дальше время покажет, что останется, что нет, что уйдет вместе с временем, а что останется, да, как нечто, вот, не подлежащее коррозии. Посмотрим. Но, конечно, конечно, требовать молодежи, чтобы насмотрел фильм «Вертикаль» с Высоцким, ну, странно. Нет, нет, нет. Ну, это уже, это уже для тех, кому интересно, чем дышали папы, мамы и дедушки. Это уже другая, совершенно другая эстетика. Совершенно другой ритм. Они просто не едят этого ритма. Это уже другая проблема. Ритм, тематика, само собой, но еще и ритм повествования, клиповое мышление настало, да, и вот мы уже видим, как проходит водораздел по, по просто привычке, просто к монтажу. Это, мне кажется, эстетические уже такие вещи, но, то, что люди нашего поколения, нескольких поколений, да, их объединяет этот общий знаменатель, вот через какое-то, да, я говорю уже, кот ученый, еще что-то, еще что-то, Штирлиц, Белое солнце, и, в общем, в том же ряду, конечно, да, а теперь Горбатый, да, Шарапов, У меня есть друг, который вообще разговаривает, разговаривает цитатами, Другое дело, что это уже принадлежит нашему поколению, вряд ли, следующее поколение разговаривает цитатами Столкина, да, на которые уже я, я не отзываюсь. Слава Богу, не из сериала «Бригада», ну, дай им Бог здоровья, да, дай им Бог здоровья. Вы из Властелина колец очень неплохие цитаты, особенно если кто-нибудь книжку прочитал. Да. Буду я брюзжать, будучи уже взрослой и воршливой. К Владимиру Путину давайте вернемся, тут просто были... Куда же деться-то? Ну, во-первых, никуда не деться, а во-вторых, тут, судя по всему, разгорается какая-то конкурентная борьба за сердце Ким Чен Ина. Потому что сегодня Путину глава парламента КНДР передал личное письменное послание от Ким Чен Ина, и там Путин тоже как-то всячески расшаркивается, но что это вдруг все борются за внимание КНДР? Что вообще с миром-то происходит? Нет, 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 тут все понятно, я уже говорил, я говорил об этом применительно к Путину, Донбассу и Сирии. Когда ты держишь нож у горла, то к тебе с большим вниманием начинают относиться. Пока твой нож у горла, да, ты очень уважаемый человек. Не знаю, могу поспорить, был опыт. Ну, тем не менее, тем не менее, в эту, там просто, ты не успела войти в переговоры. Да, это правда. Не успела войти в переговоры, а то бы проявили все большой интерес к тому, какого у него настроения, не хочет ли он отодвинуть нож от горла, да, и что ему за это хочет, может быть, может как-то решить его проблемы. Все бы до тех пор, пока его не свинтили, к нему бы оказывали большое внимание. Свинтить пока не представляется возможным. Ни Ким Чен Ына, ни Владимира Владимировича. Поэтому пропорциональной угрозе будет оказываться внимание. Можно спорить о стратегии и тактике Трампа, там, кто-то кричит, что это вообще чуть ли не предательство западного мира, кто-то, наоборот, чрезвычайно вдохновлен, и кто кого там обыграет, это мы посмотрим, потому что идет большая торговля и большая игра. Но то, что Ким Чен Ын обладает, так сказать, по крайней мере, по крайней мере, считается, что у него есть этот нож. Да? И, конечно, его будут учитывать. А то, что сам этот Ын совсем не дурак и понимает, что его шанс как раз между интересами Штатов и России, и поговорив с Трампом, он должен обязательно отскочить к Путину, а поговорив с Путином отскочить к Трампу, понимая противоположность некоторых интересов. Да? Это очень понятно. Эта тактика очень-очень понятная. Между прочим, это проделывал не только Ким Чен Ын, это проделывал Лукашенко прекрасно, который поворачивался то передом, то задом, то к Западу, то к нам, да? И торговал своим геополитическим местом в Европе и на Запад, и на Восток, разумеется, угрожая нам уйти к Западу, угрожая Западу, что он сейчас присоединится со всей мощью там, да, и еще что-то сделать. Поэтому эта технология не новая, тут все понятно. В Москве началась предвыборная кампания, у нас будут выборы мэра. Тоже какие-то слова ты говоришь, предвыборная кампания. А что не так? Что здесь-то не так? Боже мой, вы посмотрите, браймирес в яблоке. Нет, 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 все понятно. Ну, к сожалению... Все хотят бороться за пост. К сожалению, да, нет, никакой борьбы за пост нет, как ты понимаешь. Как ты понимаешь. Я не понимаю. Не понимаешь? Косишь под дурочку? Нет. Ну, давай, покоси. Покоси под дурочку, спроси у меня. А почему? Я тебе отвечу. Потому что мы знаем имя победителя. Мы его знали бы, даже если был выдвинут единый кандидат от оппозиции. Мы бы все равно знали имя победителя. Да? Мы бы все равно это знали. Но поскольку оппозиция показалась во всем сепаратистском блеске, да, и договориться не смогла, то говорить всерьез о выборах как-то не представляется возможным. Никто не борется из-за позиции, никто не будет бороться за пост мэра, потому что всем известно, что будет 10 сентября. Кто победил, уже известно. С чем тогда все так активно шли в муниципальные депутаты? Потому что действительно очень многие люди, особенно вот на волне всех этих реновационных историй, они захотели участвовать и влиять на жизнь города. И многие прошли в эти муниципальные депутаты. Смотри, это разные, это, черт возьми, это мало времени, но тем не менее попробуем. Это очень разные темы. Да, это очень разные темы. Очень разные темы. На муниципальном уровне, вот то, что сделал Яшин, да, на муниципальном уровне, войдя во власть, можно действительно решить какое-то количество проблем, обратить на них внимание, решить. Пока ты не переходишь к красной линии какой-то, пока ты не задеваешь коренных интересов корпораций или, так сказать, мейджеров этой корпорации. Да? Ну, то есть, если ты перейдешь дорогу Сечи, но тебя просто, тебя нет. Да? Понятно. Если ты перейдешь дорогу Путина, тебя нет. Но попробовать что-то улучшить на маленьком уровне, на муниципальном, можно. Что-то сделать полезное, можно. И это люди, которые посвящают свое время и силы этому, замечательно, дай им Бог. Надо только понимать, что уровень мэра это совершенно другой уровень. Другой уровень влияния, другой уровень политический. Кресло мэра никто не отдаст, так же, как отдали Яшину, позволили Яшину войти в муниципальный орган. Никто его не отдаст. Московский, даже Екатеринбургский не отдали. Екатеринбург из-под контроля не выпустили. Большой город, а тут Москва. Кто ж тебе даст? Кто ж тебе даст всерьез? Нужно фальсифицировать, фальсифицировать, как в 13-м году. Сейчас не надо будет фальсифицировать, потому что полный паралич будет и просто останется Собянин и все. Но никто бы не отдал все равно, и это ясно. Не будет выборов никаких при Путине. Что мы снова валяем дурака? Тогда объясните мне, чего они валяют дурака и говорят, что у нас есть выборы. Кто они? Люди, которые их организуют из раза в раз, тратят деньги. Не было бы честнее со стороны власти прийти и сказать, слушайте, давайте мы хотим сэкономить деньги. Мы хотим вам повысить зарплату. Совершенно верно. Честнее было бы со стороны Путина сказать, значит так, я ваш бугор тут, всем лежать, бояться, иначе задавлю. Но нет, он этого не говорит, он хочет легитимности. И он устраивает это позорище все с выборами, на которое, как выясняется, там новая газета выяснила, в разы расходятся результаты, в разы. Но ему нужна легитимность. Этим должна легитимность. То есть они тратят наши деньги, наши, не свои, наши деньги, они тратят на свою легитимность. А вот это вот желание легитимности, это для Путина ведь уязвимое место? Это абсолютно уязвимое, и тем более прекрасно, если можно без позора, потому что в 2013 году был позор, в 2011 просто катастрофа. Если можно без большого позора закрепить легитимность, как сейчас будет в случае с избранием в кавычках Собянина. Да, он останется просто при ресурсах. Абсолютно контролируемый человек, абсолютно встроенный в эту полицейскую систему. Чего плохого? Очень хорошо. Да, они проведут выборы, они изобразят эту легитимность. То, что... Надо разделять темы. То, что оппозиция опозорилась вполне, не будем сейчас на персонале вообще целиком. То, что ее просто нет, как политической силы нет. Я был 10 числа вот на этом митинге. Это очень поучительное зрелище, надо сказать. Оппозиции нет. Есть некоторое количество в диапазоне от, значит, Слабуновой до Удальцова, да, количество лидеров оппозиции, Гудков, Удальцов, Митрохин, Слабунова, такой-сякой, опять-таки лидеров. Есть толпа под флагами Левый фронт, есть толпа под флагами Русь-Святая, и несколько несчастных, которые пришли с Волоколамска, которым дышать нечем, они пришли подышать с плакатами в Москву. Все. И просто еще несколько сотен человек, да, тысячи. Одна тысяча максимум, да. Нету никого. Значит, в политическом смысле оппозиции нету. До хрена лидеров оппозиции, оппозиции политической сегодня нету. Навальный сегодня вышел из спецприемника. Навальный вышел из спецприемника. Ему просто разрешается походить. Ну, отлично. Навальный есть, оппозиции нету. Оппозиции нет. Поэтому это одна тема. Вторая тема, что даже если бы она была, мы помним, что в 2011-2012 году она была, это кончается просто полицейскими мерами. Вот и все. Надо просто отдавать себе отчет. Единственное, что мы можем делать сегодня... Смотреть футбол. Это отдавать себе отчет. А, и смотреть футбол. Ну, это вот сейчас начнется, это радостно. Спасибо большое, Виктор Шендерович, в программе «Особое мнение». Эфир для вас вела Татьяна Фельгенгауэр. Продолжение следует...